Это просто болезни, которые наваливаются на человека, который курит хотя бы 5-6 лет. И это тоже проблема, что человек не может без никотина расслабиться, он становится безвольным, это тоже проблема. Ну в какой-то степени, не то, что уж совсем безвольный, в какой-то степени. Но когда человек имеет дело с алкоголизмом, с небольшим количеством спиртного, когда он на праздники выпивает чуть-чуть красного вина, это поклонение, которое заканчивается очень печально. Потому что в трудную минуту, когда человеку плохо, он обращается к тому, во что он верит. И поэтому-то люди испиваются, что они никакого вкуса другого в жизни не испытали, такого сладкого и чистого, и светлого, как им показалось, как вкус хорошего вина. И человек начинает, когда им плохо пить, это хорошее вино. Как только чуть хуже стало, он выпил, чуть хуже стало, он выпил, чуть хуже стало, он выпил, и дальше влияние духов на него увеличивается, они требуют больше общения уже потом, больше. И вино уже здесь уже не помогает. Дальше нужно вводка, нужно увеличивать количество спирта. И это уже конкретное психическое заболевание развивается. Мы видим, что человек, если взять, допустим, среднестатистического алкоголика, у него две трети жизни проходит в полном бреду. Ну, то есть, ему надо пить каждый день фактически, и он из этого бреда уже не может выйти нормально. Самое ужасное заключается в том, что у нас нет общественных механизмов лечения этих болезней. Потому что, как я уже сказал, это болезни разума, и они лечатся столько с помощью деятельности разума. Мы знаем, что есть методики определенные, они разработаны, по-моему, Довженко есть, да? Такой знаменитый врач, который лечил алкоголизм. Ну, как же он лечил его? Давайте разберемся. Я изучал это и обнаружил чисто вот конкретный метод, который применяется в Айрведе. То есть, он собирал этих людей, это было стационарно, то есть, они просто начали жить вместе. И он просто что делал? Он собирал их по душам, с любовью с ними разговаривал, но без бутылки. Просто с любовью разговаривал. Они говорили о себе, о своей жизни, друг о друге. И так же он с ними потом с любовью шел и что-то делал. Они что-то делали там. Какая-то работа небольшая, вместе опять. В этой дружной компании что происходило? У людей появлялся вкус любить и жить без бутылки. Потому что, если мы любим, любим и живем с бутылкой, это совсем другое дело. Смотрите, любые торжества без бутылки не бывают. Если мы признаемся друг другу в любви, значит тоже надо чуть-чуть для смелости. Нет настоящих отношений без бутылки. И в этом заключается основная проблема алкоголизма, а не в чем-то другом. Не в том, что один человек может себя контролировать, а другой человек не может себя контролировать. Да на самом деле, все ерунда. У одного человека просто по судьбе положен страсть тяжелый, а у другого он будет через какое-то время. Вот и все. Если у человека стресс наступает сейчас, у него нет части в жизни. Он не знает, куда деваться. Если у него веры в Бога нет, он не бежит в храм. Куда он побежит? Он побежит туда, где его спасет, где даст ему защиту, где даст ему спокойствие. Если у него есть вот это ощущение спокойствия и защиты, возникло только один раз в жизни, от стакана красного вина, это значит, что он побежит в магазин, купит бутылку и выпьет. Потому что это единственное, что помогает ему спастись от этого тяжелого психического состояния. Вот и все. Вот и вся его неспособность себя защитить. Просто он попал в беду. У него наступил период неблагоприятный в жизни, ему тяжело жить стало и все. Теперь у меня вопрос к вам. У кого из вас, кто из вас гарантирован, что через месяц вам не станет тяжело жить? Это же не зависит от нас. Это же судьба. Так? Время наступает, уходит близкий человек или еще что-то случается. Мы не можем контролировать. Время наступило, кризис в стране наступил. Смотрите, как много подавленных людей. Они могут контролировать то, что произошло в финансовом рынке? Не могут. Это так произошло, потому что это судьба. И мы не можем контролировать судьбу. Поэтому мы не можем утверждать, что есть люди, которые могут себя ограничивать от спиртного, а есть люди, которые не могут. Приходит время, человек ломает, и он должен спастись. Каждый человек спасается тем, во что он верит. У кого-то, допустим, в жизни были теплые отношения, допустим, с матерью. Он бежит к матери, потому что он верит в свою мать. Он бежит к ней и говорит, мама, спаси меня, помоги мне, мне плохо. Или, допустим, человек верит в своего друга. У него друг хороший был. Ему плохо стало, он бежит к другу и говорит, спаси меня, помоги мне, плохо. Поддержи меня, я не могу жить. Мне нет счастья. Я в плохом состоянии. Если у человека мама ему не любила, друга нет. Девушки нет, которая бы его поддержала. Остается Бог и бутылка. Два варианта. Если у человека нет Бога, а в нашей культуре нет Бога. Люди не получают образования в этом плане. Мы не можем молиться, мы не знаем, что это такое. Кто-то знает, это факт, но мало. В основном никто не знает, что такое молитва, что такое вера. Мы не знаем. Именно это состояние, когда человек молится, оно рожает человека счастьем. Почему люди молятся, почему люди уходят в монастырь, почему они живут монахами, потому что это приносит огромное счастье. Это не потому, что они совсем зачуханные, забитые и как бы жить не могут в миру, им только там осталось. Некоторые так считают. Нет. Вполне образованные люди, самоудовлетворенные, понимающие, что в этом заключается глубокий смысл жизни, уходят в монастырь и полностью посвящаются Богу, испытывают огромное счастье. Посмотрите, в хороших монастырях, какие светлые, чистые, счастливые глаза у всех людей, которых мы исключаем. Бог реально дает очень много человеку, это факт. Но, если у нас нет культуры отношений с Богом, значит нам надо как-то расслабляться. Ведь потому что кроме духов есть еще другие живые существа, которые расслабляют. Эти живые существа называются духами. И в низших культурах во многих именно так и расслабляются. Вот эти все виды спиртного на самом деле, наркотиков и виды курения каких-то особых веществ, они все в древние времена были связаны с определенными ритуалами. И эти ритуалы были не что иное, как поклонение духом. Люди бегали вокруг констра или еще чего-нибудь, они садились вместе, они читали определенные молитвы, курили, как бы, они входили в состояние контактов с духами. Именно для этого и использовались эти все одурманивающие вещества. Не надо далеко ходить, можно взять книгу Гастанеды и почитать, как это все было. Он описывает, что эти все одурманивающие вещества предназначены, чтобы ввести тебя в особое состояние, в котором ты начинаешь видеть тонкую реальность. И в этой тонкой реальности ты видишь также живых существ, которые там живут. И они могут тебя поработить или ты можешь их господство над ними как бы установить. Понимаете идеи? Но мы это делаем совершенно неосознанно. Мы просто контактируем с этим тонким миром, попадаем под влияние духов. Это тоже ритуал, понимаете? Когда человек курит, это ритуал. Он не может курить просто так. Ему надо сосредоточиться на этом. Он останавливается где-то или, допустим, ну сейчас уже и по дороге, но для того, чтобы покурить нормально, для этого надо сосредоточиться. Встать, задуматься. То же самое пить и совсем как бы пьет по дороге. Если человек идет, бутылку пьет как бы по дороге, это значит, что он уже деградировал. В основном люди пьют в хорошей такой обстановке, сосредоточенном состоянии. Они производят этот ритуал. То есть они берут, выпивают, сосредотачиваются на этом. Как бы они поклоняются. Когда человек читает молитву, он тоже сосредотачивается. Когда человек чему-то поклоняется, он всегда ведется таким образом. Он очень уважает бутылку, да, обычную, как алкоголик. Он в тряпочке приносит, разворачивает ее, ставит на стол. Они поклоняются? Это объект поклонения на самом деле. Так как это болезнь, поэтому мы разрабатываем психофизические методы лечения. Я уже говорил о том, что мы ездили на юг, там проводили семинар по Эрбиде. И ко мне подошла одна женщина. Она сказала, у меня сын очень заболел серьезно. Он начал выпивать. У него ушла жена, и он не может никак себя победить. Ему хочется выпивать, и он пьет. И так как у меня таким же образом спился муж, спился его брат. И она мне перечислила трех или четырех мужчин в роду своем, которые умерли от алкоголизма. Причем в раннем возрасте. Или в машину попал, пьяном угаре. Ну то есть они все погибли от спиртного. И то же самое происходит с ним. И несмотря на то, что он понимает, что это его смерть, потому что все родственники мужской линии погибли, он все равно пьет, потому что он не может по-другому снять с себя горе, состояние горе. Только в цене с алкогольного опьянения он получает эту дозу счастья. Кстати сказать, счастье это не психофизическая функция. Это чисто психическая функция. Поэтому это еще доказывает, что употребление спиртного это не психофизический процесс. Это чисто психический процесс получения счастья от духов, которые тебе его в это время дают. Ну то же самое по употреблению наркотиков. Я спросил, задал ему только один вопрос, потому что свобода выбора очень важна. Если человек поклоняется духом, то если он не хочет им поклоняться, тогда его можно избавить от этого. А если он хочет, тогда бесполезно. Я его спросил, ты хочешь бросить пить или нет? Он говорит, я сильно хочу, но я не могу. Что мы сделали? Мы поставили определенные камни, которые увеличивают защитную силу психическую. То есть мы восстановили психическую структуру человека. Мы поставили ему определенные камни, и этого было достаточно, чтобы он бросил пить. Почему? Потому что он пил недолго. Там недели две он начал только спиваться. И мы просто чисто психофизически вылечили его. Но не во всех случаях это возможно. Любому алкоголику, если мы сейчас поставим камни, ему легче будет без спиртного жить с точки зрения физиологии. Это факт. Это факт. Но проблема спиртного не в этом заключается. Она заключается в том, что есть определенная философия, которая под этим под всем лежит. И эту философию очень трудно искоренить из умов людей. Эта философия означает праздники, означает отношения к спиртному, означает, что в принципе... Ну, означает также наука. Я уже сказал, что многие врачи считают, что понемножку пить это очень полезно для здоровья. Поэтому вылечить алкоголика в наше время очень сложно. Причина тому заключается в том, что, во-первых, у нас нет таких лечебниц, которые бы именно душу лечили человека. Ему восстанавливали его психику, учили его общаться правильно в жизни. Потому что от общения очень сильно зависит то, как человек будет пить или нет. Если у него друг, допустим, выпивает, он вдруг встречается с ним и говорит, «Как у тебя дела?» «Ну, ты чайки». «Хорошо». «А у тебя все нормально?» «Во всей жизни как у тебя все?» «Хорошо?» «Слушай, мы давно не встречались так с тобой». «Проходи его, знаю». «Давай как-нибудь идем, как обычно мы с тобой, помнишь?» «Товарищ». «А я говорю обычно, ну, потом как-нибудь, хорошо». «А у нас особая дружба, на самом деле, с тобой». «Не можешь отказаться». «Потому что я тебя люблю больше, чем все остальные». «Не можешь отказаться, на самом деле». «Я просто, наверное, не смогу никогда просить этого людей». «А почему ты не хочешь со мной встретиться? Чем причина?» «Завтра надо рано ехать, поработать». «Послезавтра встретимся вместе». «Ты мне скажи, что ты меня не любишь, что ли? Я тебе не нравлюсь? В чем причина?» «Нет». «Ну, говори, говори правду. В чем причина?» «Я для этого налево. Вы что?» «В этом заключается проблема. Проблема заключается в том, что в этом обществе есть очень твердая позиция, что любовь и дружба без бутылки невозможны. Это философия, определенная философия, которую культивируют люди с очень твердой верой в нее. Потому что когда человек говорит о дружбе и отношениях, он очень сильно верит в это. Его веру очень трудно обмануть и предать, понимаете? Поэтому не хватает сил у людей. Любовь – это самое единственное, самое светлое и чистое, что есть у людей. И часто бывает так, что у человека, который употребляет, у него не было чистых и светлых отношений ни с кем, кроме с теми людьми, которые вместе с ним выпивали. Они для него являются самыми близкими людьми, потому что он может им сказать все. Всю правду им может выложить в это время. И поэтому свое сердце он в другом месте открывать не может. Понимаете, это большая проблема современного общества. Мы не знаем, как открывать сердце в нормальной ситуации. У нас дружба означает, что надо немножко выпить. Это культура, это философия определенная. А с этим бороться очень сложно. Очень сложно. И в этом и заключается проблема, что человек, который хочет отказаться от спиртного, первое, что он в своей жизни должен сделать, он должен завести близкие отношения с теми людьми, которые не пьют. Близкие отношения означают открывать сердце. Надо найти себе таких людей. Хорошо Довженко делал так, что они находили друг друга и начинали дружить без бутылки. Ведь в конце концов, единственное, что человеку нужно, это любовь в жизни. И так как любовь без спиртного невозможна, никто не понимает. Человек со спиртным, который выпивает, он не может просто так открыть сердце. У него нет такой возможности. А близкие люди, они не понимают и не раскачивают его. Если бы жена обладала разумом, она бы пыталась. Говорит, дорогой мой, давай поговорим, я тебя люблю, ну давай. Она бы его раскачала, понимаете. Он бы с ней начал общаться, 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 и он бы отошел от бутылки. Но люди, которые видят, что человек недоступен, они отпускают его и все. Ну иди, значит, иди в свою жизнь. И он идет в свою жизнь, он общается, он может общаться близко и с любовью только тогда, когда он начинает пить. А для того, чтобы он общался близко и с любовью без бутылки, это нужно достучаться до него. А это надо прилагать огромные усилия психические. Это значит, что духовно сильным человеком должен быть. А где сейчас духовно сильные люди? Все, наоборот, нуждаются в духовной заботе. Они сами могут ее отдавать. В этом и заключается проблема, что человеку некуда пойти, нет с кем дружить, не с кем общаться, чтобы его поддержали в этом состоянии. И если его поддержат в этом состоянии, если ему дают чистое, светлое общение, то его уже начнут вытягивать. Это не факт, что сразу он бросит, нет. Но его можно вытянуть, есть шанс. У меня одна женщина так вытянула своего мужа. Она начала просто повторять «я желаю всем счастья» и думала о нем с любовью. Она просто мыслями даже ничего не разговаривала, потому что говорить с ним было невозможно. У них были очень плохие отношения. Она просто желала всем счастья, находилась в этом настроении таком глубокой веры во что-то светлое, чистое. И желала эти плоды, пожелания всем счастья, отдавала своему мужу. Она так делала долгое время, где-то, по-моему, она мне рассказывала 6 месяцев. Это в Омске было. Он начал бросать пить. Он начал объяснять жене, что мне с тобой лучше стало, мне с тобой стало хорошо. И во время этих объяснений она заметила, что он меньше, меньше, меньше пьет. И в какой-то момент не бросил пить. Потому что люди пьют только по одной причине – у них нет в жизни любви. Если у человека есть какой-то объект любви, хотя бы один, он может бросить пить. Если этот объект любви для него проявляется в трезвом виде, только в этом случае. А если этот объект любви для него проявляется в время спиртного выпивания, он бросить пить уже не может. И поэтому и уговаривают выпить. Почему? Потому что там есть любовь в этих отношениях. Люди же хорошие, но почему не сходить, не встретиться? А там начинается ритуал. То есть начинается беседа, потом дальше наливается чуть-чуть. Да я тебя много и не прошу, чуть-чуть выпью и все. Потом еще чуть-чуть. И дальше уже понеслась. На самом деле для того, чтобы человеку спиться, ему даже не надо чуть-чуть выпивать. Ему достаточно просто понюхать спиртное, которое он любит. И крыша съезжает в одну секунду. А некоторым людям достаточно его показать просто. Надо даже нюхать. Контакт с духом устанавливается немедленно. Он начинает контролировать человека. Поэтому для того, чтобы бросить пить, надо перестать общаться с теми, кто пьет. Чтобы бросить курить. Знаете, как люди бросают курить? Надо много раз бросать сигареты. Об землю просто. Надо издеваться над этим своим чувством поклонения этому духу. Надо бросать их, ненавидеть. Надо их сжигать. Другие ритуалы устраивать. Понимаете? Надо сражаться за свою судьбу. Потому что, когда человек не курит, в этот момент, когда ему надо покурить, дух требует, и он не курит, что у него внутри возникает у человека? Как вы думаете? Боль. Я не смешно, я показываю. У него возникает сильное отчаяние, чувство, что не хватает чего-то в жизни. Он как будто задыхается психически. У него такой... Его спазмирует, потому что дух душит его в это время. Он забирает у него жизненные силы. Он просто тянет из его энергии. И что делать? Терпеть? Нет. Это невозможно вытерпеть. В это время человек должен начать своим сердцем поклоняться Богу. Он должен молиться изо всей силы в это время. Потому что, если человек предался Богу, дух его не может уже захватить. Кишка тонка. Вот и все. Только молитва может вылечить человека от проблем. Или любовь. Любовь тоже может. Это факт. Но такую любовь еще в жизни надо найти. Кто тебя будет любить такого? Пропитывая. Даже бывает так, что человека любят и с ним пытаются общаться. Но он как... Но он не может себя открыть для человека. Он как загипнотизированный. Вот очень хорошо это показано в этом мультфильме «Снежная королева». Это на самом деле показано не про просто там что-то случилось с Каином. Это показано действие спирта. И «Снежная королева» никто иная, как бутылка. Это она украла любимого у девушки. Потому что все признаки налицо. Он стал отшибленным. Посмотрите, как он себя вел. Он стал холодным. Она ему не нужна. Он постоянно думал об этой «Снежной королеве». Хотя она на самом деле ничего хорошего себе не представляет. Просто она его в определенное состояние ввела. Так ведь это было? Она там чем-то дотронулась до него, что-то сделала. Он так... И остекленел. Ведь посмотрите, человек, который выпивает, он ведь точно так же. У него такое же состояние остекленелое. У него четко проявлены признаки, что он находится под влиянием психического заболевания с точки зрения современной медицины. И под влиянием духа с точки зрения аэрведы. Так это или нет? Посмотрите на этих людей. Они не в себе. Это стопроцентный факт. Не то, что они просто там опьянены, у них физиологические функции страдают. Нет! Можно видеть на лице этого человека, как он себя ведет. Он ведет, как психически больной человек. Это видно всем и понятно. Во время курения это плохо видно, но это то же самое. Это точно так же, только в меньшей степени. А когда человек выпивает, это явно присутствует. Просто мы настолько к этому привыкли, что нам кажется, просто выпил и все. Ну а если бы вы были в психушке, вы бы увидели, что пьяный человек мало чем отличается от психбольного. Они точно так же ходят, точно так же себя ведут. Понимаете, разницы особой нет большой. Поэтому алкоголизм это тяжелейшая болезнь разума, которая приводит человека к психической деградации. Веды объясняют, что эта болезнь приводит человека на самом деле к животной форме жизни. В следующей жизни он рождается животным. Потому что его способность разумные действия совершать полностью атрофируется. Он становится животным уже в теле человека. Он не может ни заставить себя что-то сделать, ни поменять что-то в своей жизни, ни работать над собой. Ничего не может. Он может только зависеть от бутылки и все. Теперь был такой вопрос. Почему же молодежь идет в этом? Почему молодежь спивается? Может на это больше войти? Нет, не все так просто. Я сейчас попытаюсь это объяснить. На самом деле есть более глубокие причины, почему так происходит. Не то, что некуда пойти. Есть много мест, куда можно пойти. Есть хороший, смотрите, храмов через один дом в Москве. Москва это не место, где нет духовной духовности. Заполнена вся храмом, пожалуйста. Пять метров прошел и тебе храм. Не то, что совсем некуда пойти. Я не знаю, что там. Даже дело не в этом. Кто-то знает. Я сейчас объясню. Дело в том, что наша страна потеряла культуру отношений между мужем и женой. У нас нет понимания, что такое семейное отношение. Мы потеряли верность, потеряли уважение в отношениях. Для нас измена – это нормальная вещь. Для нас бросить мужа развестись, гражданский брак – это нормальные понятия. Или жену. Понимаете? Надо понять, как развивается психика ребенка. Согласно ведическому знанию. Психическая структура ребенка не имеет своего собственного разума. Ребенок, когда он растет, развивается разум. У человека появляется к 25 годам у мужчины и к 20 годам у женщины. Согласно Эрведе. До этого времени человек очень сильно психически зависит от той атмосферы, в которой он находится. Поэтому и веды говорят, что ребенок живет не в своей среде, как некоторые считают. Он на самом деле живет в отношениях между мамой и папой. Понимаете? То есть ребенок живет в этих отношениях. Эти отношения приносят ему счастье. Если эти отношения разрушаются, ему это приносит страдания. Основные причины его плохого настроения, его трудности каких-то в жизни – это отношения между папой и мамой. Теперь у меня к вам вопрос. А кто из вас, из родителей, знает об этом? Ну, может быть, пара человек. А остальные все не знают? Каждый считает. Я когда женщина со мной говорила, она развелась. Я говорю, у вас ребенок есть? Она говорит мне, на самом деле никто же не пострадал от нашего развода. Я спокойно ушла от него, и он спокойно ушел от меня. У нас все хорошо. Я говорю, хорошо, все хорошо. У вас ребенок есть? Она говорит, есть. Я говорю, и он спокойно в этой ситуации себя ведет? Она говорит, ну, конечно, нет. Тогда почему вы говорите, что у вас все хорошо? Ведь ваша семья была создана именно для того, чтобы этот человек в ней вырос. Ваши отношения – это домик маленького живого существа, в котором он должен вырасти и окрепнуть, и стать большим живым существом. Когда ты его носишь в своем чреве, у него это тоже домик. И ты знаешь, что надо хорошо мыслить, хорошо думать, потому что ты знаешь, что если ты будешь в плохом настроении находиться, он просто погибнет, он выбросится из тебя. Он не захочет в этой среде жить. Потому что если ты Кузькину маму создашь своим настроением, своей психической средой, он просто выкидыш, он не захочет жить в такой среде. Ему хочется жить в хорошем настроении, в хорошей среде. Поэтому женщина, когда она беременеет, она начинает поклоняться ребенку. Она начинает ходить на цыпочках перед ним, она начинает петь, перед ним танцевать, пытаться служить этому ребенку, чтобы он нормально рос там внутри. Так почему же вы думаете, дорогие родители, что это нормально расти, это заканчивается, когда ребенок рождается, появляется на свет? Нет над ним какой разницы, только утробой его является отношение между мужчиной и женщиной, между его мамой и папой. Именно поэтому во всех религиозных традициях существуют такие правила. Сначала повенчайся, а потом уже рожай. Потому что отношения должны быть закреплены клятвой. Иначе какой смысл незаконно рожденный? Что значит? Это не значит, что там не расписались. Незаконно рожденное означает, что люди не поклились друг другу, что они будут вместе. И ребенок в результате каким рождается? Непрекаянным. Он не верит в жизнь, не верит в судьбу, не верит в счастье, он ни во что не верит. Мы разошлись. Ну разошлись, а что дальше с этим чадом-то будет? Он ведь остался между вами. Хорошо, мама с собой забирает, но ведь его часть психики все равно с папой. Мама не может сделать домик ей одна, этому ребенку. Домик может сделать только два человека. Именно те, которые его родили, потому что он психически с ними связан, он между ними живет. Я изучал эту тему. Даже если люди расходятся и по-доброму относятся друг к другу, они по-доброму, хорошо, отзывчиво относятся друг к другу, ребенок вырастает полноценным. У него нет вредных привычек, его никуда не тянет. Только когда тянуть начинают, когда родители скандалят, когда они разрушают психическую среду своего дома и ищут приверживших каких-то других местах, кто-то, допустим, изменяет, сейчас в обществе это нормально, кто-то, допустим, вообще ищет счастье где-то в другом месте, кто-то ищет счастье. Результат какой? Домик разрушается. И что остается делать? У человека нет любви. Если у человека такого маленького нет любви, у него нет разума, как ее искать? Он не может пойти в храм, не потому что храмов мало, и не потому что ему не показывали дорогу, а потому что вера это функция разума. Для того, чтобы вера возникла, надо быть необычным ребенком или очень чистым, возвышенным, или, я не знаю, но обычный ребенок не может сам идти в храм. Для этого ему вкус должны передать этот, родители должны дать ему этот вкус. И разум очень неустойчивый у детей, даже если уводили в храм, может забыть эту дорогу. Проблема заключается в том, что ребенок ищет прибежище, начинает искать любви. И где он находит любовь? В компаниях детей, где выпивают, потому что только там раскрывается сердце у детей. А каких детей? Тех, которые потеряли семью. Потому что те дети, которые живут внутри родительского домика, они не пойдут туда. Им будет страшно, противно и мерзко быть среди этих детей. Они будут домой бежать от этой компании и дома укрываться, где есть тепло, забота и любовь. Они почувствуют страх в своем сердце перед этим всем. Но если у детей ничего нет, кроме таких же детей, замученных жизнью, как они, они ищут эти компании, они создают определенные ритуалы свои. Эти ритуалы означают дискотеки, означают всевозможные тусовки, в которых они хоть как-то раскрывают свои сердца и хоть как-то получают любовь в этой атмосфере. Естественно, что в эту атмосферу приходит алкоголь, потому что это не чистая атмосфера. Для того, чтобы им раскрыться, раскрепоститься сильнее и почувствовать больше счастья, им надо выпить. А когда они выпивают, у них просыпаются животные чувства и начинают заниматься сексом в раннем возрасте. И это еще больше портит их жизнь, потому что когда в таком раннем возрасте девочка, допустим, занималась сексом, ее психическая зависимость от секса становится настолько сильной, что она без секса уже не может жить ни недели. И надо обязательно с кем-то переспать, не важно с кем, потому что иначе и становится плохо психически. То же самое происходит с мальчиками, которые выпили, а еще хуже, если они покурили наркотики или вкололи вену еще хуже. Потому что есть разные силы влияния духов на человека. И в зависимости от силы наркотика, сильный наркотик вышибает человека из собственной платформы. Ум контролирует все психические функции. Понимаете, он стоит из определенных психических каналов. Некоторые психические вещества, психотропные они называются. То есть, человек употребляет, и вот этот ум полностью перестает контролировать все функции организма. То есть, ум у человека как-то уходит. То есть, согласно Эрубиде, когда человек спит, допустим, его ум, он может отделяться или частично, или полностью от организма. И при этом, как бы, самоконтроль остается. То есть, ум все равно контролирует организм на физиологическом уровне, но психически он себе не подчиняется. Так происходит во время снов и так далее. Иногда у нас во время сна замирает сердце, там, и так далее. Это все влияние духов. Когда духи приходят в жизнь человека, ему снятся кошмары ночью. Причина такая. Очень просто Эрвена объясняет. Если ты спишь в воскверненном месте, в каком-то месте, где ругались, допустим, там, или что-то, у тебя будут снятся кошмары. Ты, допустим, посмотрел «Мертвые не потеют», допустим, телесериалы, многосерийный художественный фильм. «Мертвые не потеют». Фильм ужасов. Но этот же телесериал смотрит очень много людей вокруг. В этом доме. Все поклоняются от телевизора. Вот этому духу, который из ума режиссера этого фильма вышел и воплощен там. И, соответственно, там все лица похожие на это все. Они в этом кошмаре варятся. Весь дом. Как человек потом будет спать, если он включил телевизор? Такая сила, огромные силы, психическое воздействие. Он ложится спать. И дальше начинается продолжение. «Мертвые не потеют», следующая серия. Уже личное кино, уже индивидуальное у каждого идет. Смешно. Это жизнь. Второй вариант. Когда человек на ночь кушает, согласно Евведе считается, что пища переваривается энергией. Три вида пищеварения у человека есть. Пищеварение за счет энергии солнца происходит в обед. Когда 12 часов человек ест, солнце переварит его обед. И поэтому легко переваривает днем, когда хорошо поел. Когда человек утром кушает, он переваривает за счет своей энергии. Поэтому у него снижается работоспособность. Некоторые люди думают, для того, чтобы хорошо работать, надо хорошо поесть. Но если он хорошо поест, тяжелой пищей особенно, он не может работать, потому что вся сила идет на пищеварение. У него слабость в организме возникает. Он не знает, почему он слабеет. И когда человек вечером ест, у него ни силы нет переваривать, ни солнца нет. Значит, пищеварение идет от энергии земли. А Веда объясняет, что там, где очень жарко в земле, там духи живут. И энергия земли, огонь земли, тонкий огонь земли, когда человек получает от земли, в это время он также получает и духа в себе в живот. Которые потом в голове ему устраивают боевик. И поэтому заметьте, что если вы поели очень плотно вечером, то потом кошмары снятся ночью. Это не просто так происходит. А причина вот именно в этом Веда объясняет. Когда у человека возникает сильное сексуальное желание, он не может контролировать его. Ночью тоже он встречается с духом, который с ним занимается сексом. Могу вам сказать по секрету, что многие женщины настолько привязаны к духам, которые каждую ночь занимаются с ними сексом, что они даже замуж не могут выйти из-за этого. Понимаете, это реальная проблема тоже. Я не буду сейчас углубляться в нее, чтобы у вас ночью все нормально было. Но я встречался с этим. Так или иначе, некоторые женщины стесняются этого, но это болезнь, ее надо лечить. Их реально с ними занимаются сексом ночью на тонком плане. Они думают, что кто-то живой занимается, какой-то человек. Нет, это духи делают. Просто духи и все. Когда человек употребляет наркотики, настолько сильное психотропное действие, что ум человека полностью оставляет защищ... Ну, психика становится незащищенной совсем. Все. Разум выключается полностью в это время. И раздолье для духа полное. То есть человек попадает в полную психическую зависимость. И этот термин – психическая зависимость. Он ведь идет на самом деле... Как современная медицина объясняет психическую зависимость? Она объясняет это тем, что ты психически не можешь избавиться от наркотиков. В загласной рвете, психическая зависимость означает контакт с духами. Человек просто не может от этого контакта избавиться. Его тянет, манит. Сила, неведомая сила начинает тянуть его к наркотикам. Заставить... Ведь люди даже убивают, воруют, насилуют только для того, чтобы добраться до наркотиков. Представьте, какая огромная сила начинает воздействовать на них. Поэтому это не хухры-мухры. Это серьезная вещь. И поэтому общество должно очень серьезно относиться к наркотикам. Допустим, родители говорят, смотри, не кури. Что значит смотри, не кури? Смотри, никого не пихай в живот ножичком. Ведь разницы никакой в этих фразах двух нет. Потому что курение это реальная опасность для жизни этого ребенка. Потому что если он начал курить, его воля ослабла. Дальше может быть что-то большее. Дальше могут быть наркотики и все что угодно. Поэтому смотри, не кури не работает. Если ребенок от ребенка запахло табаком, это значит, что надо изолировать его от школы, от любого общения. Запереть дома на неделю. Сдять от гулы с работы и начать общаться с ребенком. Начать общаться правильно с мужем. Создать теплую атмосферу в семье. И позабить тревогу, реальную тревогу в своей жизни. Не дать этому ребенку дальше деградировать. Вот что значит, закурил чуть-чуть. Но большинство людей не понимает. Это все курят. Какие проблемы? Я тоже курил. А? Да. Это же болезнь, психическое заболевание. Понимаете? Надо освобождать человека от него. Нужны силы. Нужно прилагать и внешние, и внутренние силы. Просто строго здесь не поможет. Так же надо менять отношения в семье. Почему дети пьют? Потому что отношения плохие, нет другой причины. Я никогда не встречал в своей жизни человека, у которого бы запил ребенок и у него были теплые отношения в семье. Могут быть хорошие отношения. Мы вежливо общаемся друг с другом. Но это не означает теплые. Теплые означают, что ты любишь другого человека. А любовь это не дешевая штука. У нас нет культуры любви. Мы не знаем, что любовь гаснет между мужем и женой, если они не соблюдают определенные принципы отношений. Надо поклоняться отношениям, а не бутылке. Надо поклоняться своей верности, поклоняться долгу перед своей женой. Надо поклоняться своему желанию вырастить настоящих детей и так далее. Вот чему надо поклоняться. А не праздникам, во время которых мы чуть-чуть выпиваем. Надо культуру поклонения, отношений, идеалов в семье изменить. И тогда совсем по-другому будет строиться вся жизнь человека. Понимаете, вот к чему надо стремиться. Если мы смотрим на Запад или, допустим, в Америку, то я вам расскажу, как живут семьи в Америке. Я был там, я проконсультировал 150 человек, русских эмигрантов. Я был в их квартирах там. Туда страшно заходить. Квартиры красивые, но там очень холодно. Холодно означает, нет любви. Люди привыкли жить без любви. Культура любви очень слабая. Это значит, что в стране нет вообще никакой культуры. Если взять, допустим, восточные страны, мы можем видеть, что мы заходим, допустим, в дом, люди говорят, заходите к нам там, они с любовью тебя встречают, они тебя чем-то угощают там, чаем там напоят или еще чем-то там. Но так или иначе они тебя любят. Так? И мы видим, что в этих странах семьи разрушаются крайне редко. Мы можем заметить, что в тех странах, где культуры любви в семье нет, это не является национальной традицией, семьи разрушаются гораздо быстрее. Культура семьи и любви означает устои определенные в семейной жизни, определенное воспитание и определенные традиции, которые надо закладывать с самого рождения. У нас есть эти традиции? Нет? У нас есть традиция, что надо жить с одним человеком, стараться со всех сил, а не бежать к другому, если там чуть-чуть поругались. А тем более не подавать на него в суд. Как это делают там, за горизонтом, дети на своих родителей. Это уже означает, что вообще нет никакой культуры любви. Потому что если мы с тобой поругались, это значит, мы с тобой поругались. Не то, что ты врагом стал, ты мой муж, я твоя жена. Или наоборот, у нас это чуть-чуть есть, но этого недостаточно. Для того, чтобы дети не пили, для того, чтобы народ не спивался, этого недостаточно. Пока семейные традиции не станут сильными, пока духовные традиции, философия, культура, философское общество не станет сильной и зрелой, люди будут спиваться. Почему? Потому что у них нет устойчивости в том, как воспринимать мир. Они не могут понять, как любить, как строить отношения, что такое верность, что такое чистота в отношениях, что такое уважение. Они всего этого не знают. А любви нет, значит, надо искать ее где-то в другом месте. Какие варианты? Несколько вариантов всего. Найти себе другого человека, тайком изменять. Второй вариант – пойти в храм. Третий вариант – выпить. Какие еще есть варианты? Кто знает еще варианты? В работу уйти. Работает в какой-то степени, до какого-то момента. Работает у мужчин, у женщин не работает. Женщины могут только... Женщина уходит в отношения. Если муж не любит, значит, она или с подружками начинает сердце открыть, или с родственниками сердце открывает. Но женщине как-то проще, потому что женщина соткана из любви. Она уходит в отношения и как-то она спасается. Но так как культура отношений сейчас страдает в обществе, поэтому даже женщины сбиваются. Почему? Потому что они не могут уйти в отношения. Отношений нет. Нет хороших отношений. Даже женщины уже не могут друг друга любить, она не становится суткими. Кстати, вот эта проблема с укурением среди женщин, она именно с этим связана. Ведь женщине гораздо проще, чем мужчине избавиться от вредной привычки, потому что женщине проще любить. Но проблема заключается в том, что женщины в современном обществе, они воспитываются только точно так же, как мужчины. У женщин на 70% психика соткана из интимных, близких, теплых отношений. Поэтому женщине легче устанавливать отношения с родственниками. Женщина ближе к детям. Женщина искренне, более искренне любит, чем мужчина. Мужчина страстно любит, но женщина любит более искренне. Она верит в любовь. Почему? Потому что ее психика соткана из любви. Но так как женщины устремляются в работу и ищут там свое счастье, с самого начала школьной семьи. Ками им объясняют, что если вы не устоитесь в обществе, как зрелые люди, если вы не закончите институт, если вы не посвятите себя какой-то работе, у вас не будет нормальной жизни. Вы не сможете жить нормально, ваша жизнь будет искалечена. Поднимите руку те женщины, которые так считают. Честно? Считали. Ну честно, но считали. Поднимите руку, которые так считали. Большинство женщин, я считаю. Почему? Потому что такова философия общества. Вы где видели, чтобы женщин воспитывали как женщин? Вы где видели, чтобы их учили психологии, семейным отношениям? Чтобы их учили, как правильно строить семью, создавать отношения, как правильно готовить, как создавать уют, атмосферу теплоты в квартире. Где у нас такое образование? Это образование закончилось в 1917 году. Потому что до этого были женские лицеи, там именно этому учили. А сейчас этого всего нет. Женщины учатся вместе с мужчинами в школе математики, физики, химии, бизнесу, бухгалтерскому учёту. Сопромату, да. Женщина должна сохранить семью. Она является основой семьи. Вокруг неё семья вертится. Она является объектом главным любви. Она должна убить любить. Она должна быть искусственна в этих отношениях. Она должна быть очень сильным человеком в этом плане. и образованным, и развитым. Это целая наука серьёзная. Как любить близких. Как относиться к мужу, к детям. Как относиться к родственникам. Как сделать так, чтобы семья не развалилась. Много вещей надо знать. Женщины ничего этого не знают. Они думают, что само собой семья будет. Конечно, не будет она само собой. Это серьёзное знание, которое надо изучать. Как сделать так, чтобы у тебя была хорошая семья. Этому надо учиться. Но в обществе современном не учатся этому. Поэтому курение, алкоголизм, наркомания – это не болезнь человека. Это болезнь взглядов общества и его философии. Это болезнь мировоззрения общества целого. Поэтому и рушатся жизни детей. И вы скажете, я могу ребёнка запереть на неделю дома. Но на всю жизнь я его дома не запру. Вы мне скажете, возразите, скажете. Потому что в школе курят. Потому что в институте курят. И везде выпивают уже с 14 лет. И во всех даже компаниях, когда идёт серьёзное какое-то празднество, там тоже выпивают. Между прочим, как можно ребёнка запереть от семейных праздников? Мы не можем детей запереть от семейных праздников. Мы просто должны пересмотреть, что такое семейные праздники. И тогда мы сможем реально понять, как спасти нашу цивилизацию, наше общество от деградации. Это не вопрос здоровья во время алкоголизма. Это не вопрос культуры выпивания. Есть такой термин. Культура выпивания. Надо, оказывается, резать человека культурно. Знаете, есть культура резания человека. Если ты взял нож, значит ты убийца. Культурно ты его режешь или некультурно? Не имеет никакого значения. Точно так же, если ты взял рюмку, это значит, что ты убиваешь свою судьбу. Культурно ты пьёшь, некультурно убиваешь свою судьбу, не имеет никакого значения. Имеет значение тот факт, что ты попадаешь под влияние силы, с которой ты своими силами не справишься. Или, может быть, не справишься. Но риск очень большой. Очень большой. Поэтому единственный выход – это развивать духовное знание в обществе. Развивать его полноценно, сильно с наставниками, с духовными мероприятиями, с духовной практикой. Совесть, чтобы у людей культивировалась совесть. Надо восстанавливать институт семьи. Надо восстанавливать чистые отношения в семье. Тогда дети не будут спиваться. Некоторые думают, у нас нет законов, которые регулируют, чтобы дети не спивались. Ну, давайте создадим закон, а не будут тайком спиваться. Вон, мы запретили спиртное насильственно. Горбачёв запретил уже. Хороший человек очень, Горбачёв. Я его очень любил, как правителя. Я не считаю, что он хороший правитель, потому что он развалил страну. Но он очень хороший человек. Потому что он взял и запретил спиртное. Он не знал, как бороться с ним. Он просто запретил. Спиртное запретить невозможно. Потому что это не продукт питания, как мы говорим. Нет, это не продукт питания. Это мировоззрение. Это определённая философия. Это поклонение, которое у нас культивировалось уже по меньшей мере 500 лет на Руси. А может быть и больше. И не только на Руси, а по всему миру. Поэтому не просто так запретить спиртное. Его не запретишь. Запретить поклоняться человеку невозможно. Он будет так кодайком это делать. Даже есть анекдоты по этому поводу. Человек приходит в магазин, где продают косметику, парфюмерию. И говорит, мне ящик одеколона и одни духи красная звезда. Его спрашивают, ну понятно, ящик одеколона. Зачем духи-то красная звезда? Среди нас женщина. Это как раз анекдот возник в то время, когда запретили. Невозможно запретить. Люди будут одеколон пить. Всё, что со спиртом, они будут выпивать. Это философия. Не надо менять взгляды людей. Но посмотрите, как меняются взгляды. Они меняются с помощью звука. Если взять, допустим, звук, который издают средства маршовой информации. Что это за звуки? Был такой ансамбль «Звуки-му». Это «Звуки-му». Мы там видим шоу, на которых постоянно ругаются. Мы видим новости, на которых говорят только, что всё плохо. Мы видим постоянные сплетни, ругань между одними правителями и другими правителями. Мы видим политику. Политика означает грязь. Мы видим всю эту грязь. И не иногда проскальзывает. Открылся такой-то храм. Иногда. Очень редко. Или ещё что-то такое духовное. Очень редко. Но в основном грязь, политика, сплетни, ругань. Мы видим фильмы на грани пошлости и на грани фола с полуматом. Всё это наша культура. Вследство массовой информации – это сила, которая развивает понимание вещей и философию человека. Вот с этого нам начинать. А не с того, чтобы запретить пить. Мы не можем людям запретить пить. Потому что это философия. Итак, единственное лечение этих трех болезней – это духовная практика или помещение человека в среду, в которой он Бог может воскреснуть. Несомненно, в этом во всём помогают определённые методики, которые имеют дело с тонким телом. Это травы, камни, талисманы всевозможные. Или заговоры. Могут помочь люди, которые читают молитвы, читают заговоры. То есть поменяют сознание человека с помощью такого воздействия. Просто заперев человека, вылечить от алгоризма невозможно. Надо менять его взгляды. Надо рассказывать ему о том, что такое любовь, причина, почему. То есть надо менять разум. Надо объяснять ему, почему он пьёт. Надо менять его отношения. Надо искать ему друзей. То есть помогать ему развиться как личность в обществе. Друзей среди людей верующих, у которых другие взгляды на жизнь. Я знаю много примеров, когда это спасает человека. Я могу вам привести такой пример. Десять лет назад мы просто с моими соратниками поехали отдыхать. На Волге это было, в Самаре. Поехали отдыхать на другой берег. Ондых для нас был означал молитву. Мы приехали, там просто пели разные песни духовные, молились. Я уединился и просто сосредоточился на Волге и начал молиться. Ко мне подошёл один молодой человек. Он был наркоманом. Он начал меня спрашивать. Он говорил, что у меня очень плохо, помоги мне. Я начал долго объяснять, что такое наркомания, как она действует на сознание. В конце концов, три часа мы с ним говорили. Три часа. И за эти три часа он как-то раскрылся. Он начал плакать. То есть у него очень близкое общение пошло. И я ему сказал... И он говорит, я уже всё, я умираю от наркотиков. То есть он был наркоманом, не пьяницей, наркоманом. Он реально умирал от наркотиков. У него печень начинала отказывать уже. Но он знал, что ему прожить. Жить осталось очень мало. И я ему сказал, у тебя только один выход, тебе надо идти в монастырь. У тебя нет другого выхода. Мы честно так искренне с ним поговорили. И он так посмотрел на меня и пошёл. Я думал, что ему не понравилась эта идея. Потом это было в Казани. То есть это было возле Самары. Потом это было в Казани. Ко мне подошёл... Я приехал там на какой-то митинг, собрание. И ко мне подошёл один молодой человек в монашеских одеждах физических. И он сказал мне, спасибо тебе. Ты помнишь меня? Мне она, зрительная память очень плохая. Всех забывает. Я говорю, нет. Он говорит, помнишь? На берегу Волги. Мы с тобой три часа разговариваем. Я говорю, не помню. Ну помнишь, ты ещё молился, я тебе мешал. Я был наркоманом. Я говорю, теперь помню. Он говорит, спасибо тебе. Ты спас мою жизнь. Потому что если бы ты тогда со мной не поговорил и не послал меня в храм, монастырь, я бы не смог выжить. И он мне одну удивительную вещь сказал. Ты, говорит, представляешь, я бросал уже много раз. И всегда у меня были жуткие ломки. Когда я пришёл в Святое место, начал жить среди монахов, у меня даже обстиненции, синдрома обстиненции не было. Он говорит, это его слова, я клянусь вам. Это была чистейшая правда. Он говорит, у меня даже синдрома обстиненции не было. Потому что синдром обстиненции, это опять же связано с духом. Понимаете, духи терзают. А в унастырях нет духов. Там чистая атмосфера. Поэтому они не смогли его атаковать в этом месте. То есть они отвязались от него и в результате у него даже у него ломок не было. Он говорит, я даже на улицу боялся выходить. Я сидел там несколько месяцев, палился. И он выжил. Остался там жить. Да. Он и сейчас так. Он правда уже женился, но он духовной практикой активно занимается этот человеком. Какие ещё у вас вопросы? Потому что я сказал. Может, в Рейде появляется энтузиазм у человека, который уже ведёт за бутылкой, откуда энтузиазм берётся? Откуда? От разума, духа. Откуда? Он же под глянем духом идёт. То есть дух его направляет? Да. Что его направляет ещё? Во что он верит? Вера направляет. Во что он верит? Верит в бутылку. И бутылка его направляет. Он поклоняется ей. Поэтому он туда идёт. Выпинь. Да? Как там песни? И все песни с верой поются. Выпинь с горя, где же кружка, сердцу будет веселее. Да? А если в семье пьющий человек, это влияет вообще на семью? Конечно, это оскверняет семью. Поэтому надо противостоять пьянству, молитву. Если где-то пьют, это значит осквернённая атмосфера. Там духи живут в этой семье. А вы что сами не чувствуете? Вот в комнате, где человек пьёт, там можно жить? Нет? Находиться рядом. Или он ушёл из этой комнаты. Вы можете там спать? Попробуйте там поспать. Вы почувствуете? Вам тяжело. Потому что там сущности живут. Это не просто так. Поэтому в монастырях не разрешают пьяным людям жить. Они оскверняют всё. А если это коммунальные квартиры, соседи? Ну, к одину, то же несколько раз. Ну, я вам это всё говорю не для того, чтобы вы разгромили коммунальные квартиры. Я говорю о том, что надо противостоять. Это же наша жизнь. Понимаете, мы в курятнике живём. Причём в коммунальной квартире. Для тонкого плана не существует стен. Вот курицы, когда, допустим, в инкубаторе живут, они друг на друга какают там сверху. Мы точно так же друг на друга какаем. У нас нет стен. Веды объясняют, что единственный способ избавиться от влияния от соседей и всего вот этого смрада, который вокруг нас, это включить звук. Если постоянно молитва звучит дома, то ты спасён. Атмосфера очищается. Я даже проводил такие эксперименты. Я когда только начал это изучать, я включал молитвы. И у меня соседи, у меня в Тольятти был панельный дом. Очень тонкие стены. Всё слышно. Более-менее громко говоришь, слышно, что говорит даже человек. Вот такие стены тонкие строили. Или выполняли план построительства. Вот. Такие дома. И реально ты живёшь прямо конкретно с соседями в одной квартире фактически. И они ругались каждый день. И не так тихо, шопотом, а конкретно во всю русскую глотку нашу. Советскую тогда ещё. Уже не советскую. Я включил тихонечко, чтобы они не слышали, чтобы не стучали в стенку. Включил тихонку молитвы. Через неделю они перестали ругаться. Представляете, феномен. Я был потрясён. Оказывается, это действует даже не громко, если включать. Во-первых, мне спокойно стало. Хотя они там ругались ещё неделю, мне уже было спокойно. И потом они перестали ругаться. Так они не ругались. А какие молитвы? А вот какая у вас вера, такие и молитвы. Потому что Бог не в одном доме живёт. В каждом доме должны звучать молитвы. Если вы хотите жить чисто из этого смрада, который вокруг нас царит, надо включать духовную музыку. И пускай она постоянно тихонько играет. И надо её даже на ночь выключать. Вы увидите, как очистится атмосфера ваша. Вам станет легко там жить и дышать. Это нормальное правило для нормальной обычной жизни, которая всегда выполнялась. Скажите, как очистить квартиру, в которой живёт близки родственников, алкоголя? Точно так же, духовной музыкой. И если при этом ты сам в этой квартире не находишься в совсем другом городе? Ну, это вы мне прямо условия ставите. Можете свои молитвы очищать, но полностью вы не очистите. Поймите, что вы не Бог, чтобы спасти всех. Вы хотя бы себя спасите. У меня брата 30 лет был алкоголиком. И я молилась постоянно за него. И я ему дала портрет духовного учителя. Он положил роман. И через некоторое время он просто отказался всё. Через некоторое время означает периоды. Есть разные астрологические периоды. Бывает так, что человек наступает хороший, благоприятный астрологический период. И у него появляется сила отказаться. У него другая психика. Понимаете, люди спиваются во время плохого периода. Обычно плохой период астрологический длится 2-3 года по моему наблюдению. И это как раз 2-3 года, именно 2,5 года в одном знаке Сатурн стоит. А всегда плохие периоды, такие тяжелые, связанные с влиянием Сатурна. Поэтому, когда Сатурн входит в плохой знак, у человека 2,5 года колбасит. И он спивается как раз за этот срок. А потом, в следующий период астрологический наступает, он отрезляется, ему легче становится. Но не всегда перестает пить. То есть, если есть факторы вот такие, как молитва, хорошее общение, правильное вера, тогда он встряхивает себя и побеждает. Но если таких факторов нет, общение неблагоприятное, значит ничего не получается. Человек не может избавиться от привычки. Да? А вот метод гипноза может быть эффективным? А гипноз это тоже та же самая практика, связанная с духами. Это очень, ну это очень грязный метод вообще лечения и воздействия на человека. Гипноз это же, у человека сначала... Я занимался гипнозом. Я знаю точно, что это такое. Мне потом было больно и противно, что я занимался этим. Потому что я чувствовал, что это грязное очень. Очень грязное занятие. Ну если это может помочь человеку в крови? Ради чего? Понимаете, люди должны во что-то поверить. Некоторые люди верят в страх. Поэтому они кодируются. Они верят, что страх меня спасет. И поэтому они кодируются. И все должно быть так, что действительно тебя может убить эта капсула, которую тебе вживают внутренне. Он боится этой капсулы и поэтому не пьет из страха. Но страх это не любовь, понимаете? Страх может душить человека какое-то время. А потом он даже к страху привыкает. Ему по барабану задушат его капсулу или нет. Он просто идет и пьет. Вы знаете, все методы хороши. Если гипноз помогает, значит гипноз. Но все равно человеку надо найти что-то возвышенное, понимаете? Гипноз означает, пробивается психическая защита человека. С помощью внушения пробивается психическая защита. Я могу вам привести такой пример. Ко мне пришла одна женщина, которая объяснила мне. У нее были проблемы в семье. И она пошла на гипноз, чтобы эти проблемы решили. И она долго не поддавалась гипнозу. Но в какой-то момент она почувствовала, что ей психическая защита сломалась. И она попала в гипнотическое состояние. В результате у нее проблемы соотношения с мужем начали восстанавливаться. Но она начинала постоянно во сне все больше и больше видеть этого человека, который гипнотизирует. Потом он начал сексом с ней заниматься. Потом она пришла к нему и начала ему рассказ. «Почему вы меня плекируете? Я лечиться к вам пришла, а вы теперь пользуетесь мной?» И для него это было очень сильно удивительно. Он сказал «Ничего подобного. Вы ошибаетесь. Я вообще этим не занимаюсь». Это нонсенс. Он ей начал кляться, и она пришла ко мне. И начала жаловаться на него, что он, несмотря на то, что клянется, он на самом деле сексом занимается каждую ночь со мной на тонком плане. Я говорю «Вы на самом деле ошибаетесь». Он пробил вашу психическую защиту с помощью гипноза. Туда зашел дух потом, в вашу жизнь, и начал вас использовать. Вот и все. Это не этот человек, это дух с лицом этого человека. Потому что именно на его лицо она реагирует психически и как бы ломается. Понимаете? Гипноз – это страшная вещь. Лучше с ним не связываться. Лучше просто попускай пообщаться с каким-то бухарником, человек, который верит в Бога. Пускай пообщается с ним час. И его психическая защита тоже будет сломлена. Но в какую сторону? В сторону духовного развития, понимаете? Это совсем другое дело. Вот так надо лечить. Лучше такое лечение. С чистым человеком возвышенным пускай общается. Нет, я проступила, спрашиваю. И лично я уже обещалась с ним. Сейчас. Вы не можете бросить курить. Приходили на лечение. Будем ставить камни. Вот такое кольцо с белых кораллов. У меня по другой причине стоит. Но оно помогает. То есть это связано с энергией Марса. То есть волевые центры активизируют. Ну то есть можно, это можно сделать. Значит не так ставили, не то. Надо еще дальше пытаться. У нас есть новые разработки сейчас. У меня есть один человек близкий достаточно, который курит. Я сейчас ему помогаю. Я смотрю на него, как это все действует. Я не могу сказать, что на сто процентов, но легче становится. Это действует как-то. Но только духовная практика и контакт с возвышенными людьми полностью освобождает. Сердце постепенно может быть, но освобождает от зависимости. Просто вы поймите, откуда она берется эта зависимость. Это психическое заболевание. Вы должны это понять. А дальше уже сражайтесь с ним, понимаете. Поймите, насколько это опасно. И тогда будет полегче уже. Придет время и вы бросите. Не волнуйтесь. Не привязывайтесь, понимаете. Когда человек думает о том, я курю, я не курю. Он таким образом еще больше в зависимость попадает. Надо думать о чем-то другом. Если вы зависите от никотина, не думайте об этом. Потому что позитивное мышление и негативное мышление, оно все привязывает к тому же самому духу. Надо думать, научиться о чем-то другом. Не надо думать о спиртном. Не надо думать о никотине. Не надо думать о том, курю я или не курю. Плохой я или хороший в связи с этим человеком. Надо думать о чем-то другом. Надо свой разум другое во что-то погрузить. Более возвышенное, чистое и светлое. И погружать все больше и больше и больше. Когда, допустим, хочется курить, но покури. Что делать? Ты не можешь держаться. Покури. Но дальше погружайся все больше и больше в что-то чистое и светлое. И наступит такой момент, когда ты увидишь, что вот это счастье, которое идет от Бога, оно пересилило то счастье, которое дает тебе сигареты. И ты победишь ее таким образом. Очень легко. Я вам могу сказать, я могу привести сейчас статистику, если хотите. Поднимите руку те, кто бросили с большими усилиями, с таким страданием курить и как бы навсегда. Поднимите руку. Теперь, поднимите руку те, кто легко бросили курить в результате занятий духовной практикой. Вот и считайте, три человека до этого подняло и семь человек сейчас подняло. Я могу сказать, что многие воздержались. Я проводил такую статистику много раз и всегда видел один и тот же результат. Раз в десять больше рук, которые бросили легко просто потому, что они начистили свое существование духовной практикой. Я уверен, что и вы меньше курите, чем раньше. Или не так? Тем более того, у меня подруга, она бросила курить, потому что не могла мало и курила много. И? Хотя она... Как она бросила курить? Как она бросила курить? Тяжело. Очень тяжело. Потому что обещала своего родоведа. Да, можно сжать зубы и бросать. Но поймите, если счастье тебе неоткуда брать, ты можешь сломаться. Если человек просто скрипит зубами и бросает, он может сломаться психически. У него может развиться какая-то болезнь тяжелая. Ноги вот так бросают, у них возникает язва желудка, там еще что-то начинает поправляться. Причина заключается в том, что психика не выдерживает. Сбой гормональной функции наступает из-за этого. Поэтому лучше бросать с помощью духовной жизни, а не вот так вот. Так тоже можно, нет проблем. Если вы можете, бросьте так. Но лучше это делать переходом вот таким плавным. Но она принимается духовной практикой, но она сказала, не бросай замены этому нету. Я уже не курю два года, но заменить это ничем не возможно. Несмотря на то, что она духовных человек, она... Значит, мне нет высокого сильного духовного курса. Я знаю тех, которые бросили, и есть замена, понимаете? Есть разные варианты. Вы приедете один вариант, я могу из этого зала другие варианты привести. У кого есть замена, то чувствуешь, что духовная практика заменяет. Вон, смотрите глаза, откройте свои. Увидите. Можно вопрос? Да? У человека может быть, как бы, с собой духом всяких разных. И, как бы, из чего духи состоят, где поселяются и... Ты хочешь о них думать, да? Как распознательно себя, что это именно духом? Очень просто. Когда человек плохо думает о ком-то, когда человек хочет что-то сделать плохое, всегда это воздействие духом. Просто они бывают сильно связаны с нами или слабо. А те, может быть, грязные? Так грязные, чем он грязный-то? Ну, плохие поступки прошлого карма. А с чем связаны плохие поступки, почему их хочется совершать? Можно поступить в прошлое. В прошлое, да. Да, такое тоже может быть. Да, из кармы идет влияние. Так, а из чего духи состоят? Это тонкая форма жизни без грубого тела. Да, тонкая, без грубого тела форма жизни. Давайте, это запретная тема, не надо об этом много думать, потому что вы в саду позвонитесь. Думайте о Боге лучше, да? Скажите, пожалуйста, а вот эти рабочие позиции, в такой вот очень негативная такая обстановка, у них нет в логическом, скажем так, это тоже это не для людей? Конечно, конечно. Как бы нахождение в какой-то такой ситуации. Конечно, но вы не можете взять и бросить свою работу. У вас такая судьба, работаете там. Да, но есть еще внутреннее состояние человека. Может быть? Все нормально? Да. Молодец. Значит, Бог заботится. Но это так просто, не надо бросать работу. Лучше найти себе другую работу. Это понятно. О, уже пол десятого. Да, последний вопрос? Да, очень интересная версия. Спасибо большое. Я просто часто с всем не соглашаюсь, и, может быть, я просто неправильно понял, хотел бы спросить. Вы сказали, что когда человек принимает алкоголь или курит, он получает счастье, которое идет от каких-то дух. Конечно. Ну, я просто слышал другое мнение арведистов, я не знаю, сколько это именно по арведению. Да, да, какой он и есть. Особенно по-тибетски медицине слышал. Да. Мнение, что когда человек, например, выпивает алкоголь, разрушение нейронов мозга, и высвобождение энергии, то есть, как называют самскары, человек переживает то счастье, которое он должен был пережить на какое-то будущее, он переживает за более короткий момент. И счастье человека не может терпиться духом. Духи просто пользуются тем, что… Это ваше мнение или мнение этого человека? Мнение тибетской медицины, например. Ну, по арведе тоже слышат такие мнения, поэтому я хотел сказать, что мой мнение правильно вспомнить. Вы знаете, есть разные мнения, но я изучаю эту тему. Даже когда два человека влюбляются друг в друга, их любовь поддерживается какой-то силой. Веды объясняют это. Сам человек не может поддерживать эту силу. Допустим, вы влюбились. Почему вы постоянно хотите вспоминать об этом человека? В чем причина? Что-то вас заставляет это делать. Что вам? Этот человек сам заставляет вас? Нет. Кто заставляет это? Считается, что человек просто подсел на энергетику другого. Вы ошибаетесь. Человек не может другой иметь такие силы, чтобы подсадить его на свою энергетику. Есть какие-то силы, которые помогают это делать. Вот в чем причина. Когда человек гневается, да, когда человек гневается, почему ты о нем плохо думаешь постоянно, А тот человек, который принес тебе плохо, потому что ты связан с ним, с этим человеком. Эти связи создают определенные сущности. Это описано в ведах, что есть высшие живые существа, которые создают связи духовные между людьми. Есть низшие живые существа, которые создают отрицательные связи между людьми. Просто поймите, что этот мир наполнен жизнью. Он не просто состоит из нас. Только ты и я, только я и ты, солнце и цветы. Понимаете, здесь много кто живет. А как же счастье, которое человек может испытывать в какой-то деятельности? Есть высшие живые существа, которые связаны с разной деятельностью. Поэтому на Руси забыли Бога и начали поклоняться рожичам, пшеничичам разным и урожая лучше роз. Почему? Потому что со всеми этими видами деятельности связаны определенные высшие живые существа, которые дают силу роста пшеницы и так далее. Но конкретно станет алкогольным опьянением, да? Да, очень дорогой, давайте так. Это очень такая тема на грани холла. Она очень многим людям будет непонятна. Поэтому я не хочу ее дальше развивать. Вы хотите глубже разобраться, разбирать, в ведах это все описано. Я просто не хочу дальше поглубляться, потому что у некоторых людей может крыльча съехать. Они начнут думать об этом постоянно. Понимаете, это большая проблема. Я вам хочу сказать одну вещь. Пожалуйста, думайте больше о Боге. Не надо думать о том, с чем связаны наши мысли, на кого они влияют, как это происходит. Это не та тема, о которой надо думать, потому что именно она вас может привести в психушку прямой дорогой. Это я могу вам сказать определенно вполне. Что делать, когда вы являетесь такое состояние, как она вам там являетесь в путь в ганахе? Что делать? Молиться? Нет, молиться человек в это время не может, у нее нет сил. Надо вести себя, взять и повести себя в ту атмосферу, где люди находятся в чистоте. Идите в храм в это время, не сидите там, никуда не уходите. Просто пускай там идут службы, что-то происходит, сидите, никуда не уходите. Вы увидите, что это помогает, это работает. Человек, когда сам себя очистить не может, он должен идти туда, где и происходит очищение за счет других. Еще такие вопросы? Когда человек приходит, например, в монастырь, там, говорит, у него душа не приедет. Грена туда выходит, а не помогает, что зацепляет? Ну, конечно, им же надо тоже жить как-то. Ну, ладно, я хочу закончить.